Качество армии все-таки возрастает, это видно. Ребята приспосабливаются к новым условиям ведения войны. В первые дни это были просто слепые котятки, скажем так. От нас идет мощная поддержка. Наш полк никак не раскисает. Мы идем вперед до последнего, до победы, до конца. Как всегда, очень много антинародных законов у нас. Они боятся, что на этом кто-то может заработать. Меня приглашали на базу МЧС, где у нас якобы собирается гуманитарная помощь. Для наших военнослужащих. Чтобы я каждый день эту помощь привозила на централизованную эту базу. И оттуда эту гуманитарку распределяли они. На что я сказала, что я в этом участие принимать не буду. Мы этим людям помогаем, а они нет. Они себя чувствуют ущемлены. Мы как гости в городе. Сейчас в отношении нашего волонтерского движения идет настоящая травля. Проблем хватай. Наш объем помощи полка Марго на порядок больше, чем объем помощи, скажем так, чиновников и нашего региона. Дорогие друзья, у нас в гостях уже известны вам участники, представители и, собственно, основатели полка Марго. Маргарита Кривцова и ее супруг Роман. И по совместительству соратник. Здравствуйте. Добрый день. С Новым годом всех. Собственно, из всех волонтеров, с которыми я общался в течение этого года, с вами я познакомился с первыми. Расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, кто прошлые записи не видел, кто вы такие, чем вы занимаетесь, почему вы вообще взялись за это? Ну, наверное, начну я. Почему с нами с первыми произошло знакомство? Скорее всего, наверное, потому что мы в числе первых начали эту миссию. Почему в числе первых? Потому что мы живем в приграничном районе Курской области. И сами мы, вот очевидцы всего этого происходящего были, и февральских событий, и концентрации, как бы, войск в нашем регионе. И сами все это видели, и в нашем регионе также базировались какие-то резервные силы. Мы ездили к ним, все, как бы, начиналось все с этого, с Курской области. Помогали и старались здесь, ребятам, которые дислоцировались. И, как бы, наше движение, ну, возрождалось, насколько я знаю, вот именно в помощь солдатам. Скажу так, что мы начинали эту деятельность полулегально. Полулегально, потому что нас не признавали. Административный корпус нашего города, скажем так, нас опровержение давали постоянно, что это все мошенники, люди не верьте. Мы помним эти скандалы, типа, у наших военных все есть, если кто-то собирает деньги, значит, это все разводка какая-то. Пока, наконец-то, вот, буквально неделю назад сам Шойгу сказал, ну, да, там у нас были какие-то проблемы, но мы большую часть уже оперативно решили. Вот это вот какое-то улучшение ситуации на данный момент вы отмечаете? Нет, не отмечаем. Мы на себе это не ощутили, скажем так. Как мы продолжаем помогать с первых дней, так на сегодняшний день бойцов становится только больше. И подарки просят еще больше, чем просили до этого. Я лично для себя ничего не отмечаю. А что за подарки? Ну, подарки, которые ребята просят у нас в виде квадрокоптеров, тепловизоров, коллиматорных прицелов, бронежилетов, экипировки, продукты, вода, генераторы, бензопил. То есть это, конечно же, не подарки, это, конечно, то, что необходимо для введения боевых действий. Так точно, но мы их называем подарки. Вы их называете подарки? Ну, тут я скажу еще, может быть, что-то и меняется, что-то и меняется, но незначительно, скажем так. Почему? Потому что спрос, скажем так, в разы сейчас больше, потому что о нас узнают больше. Телефон из рук в руки передается там. Может быть, еще и поэтому, скажем так, потребности возрастают. Нет, но Павел спросил, почувствовали облегчение? Нет, не почувствовали. На самом деле я хотел бы отметить то, что это проблема во всех родах войск. То есть нет, вот как раньше там было какие-то элитные войска, там, скажем, летчики, вертолетчики, там еще что-то, какие-то подразделения, спецы. А сейчас еще присоединились к нам мобилизованные, которые тоже нуждаются во многом, скажем так, даже больше, чем все остальные. Гораздо больше. Гораздо больше. Нет, ну, конечно, хотелось бы отметить, что качество армии все-таки возрастает. Это видно, видно. По каким характеристикам, по каким параметрам? Хоть чему-то давайте порадуемся. Давайте я скажу так, объективно. Ну, это, наверное, не только моя точка зрения. Ребята приспосабливаются к новым условиям ведения войны. Потому что, смотрите, ну, как бы изначально советская армия, все учения проводились еще по тем шаблонам. По тем шаблонам. То есть, по новым вот этим ведениям войны наших ребят никто не тренировал, никаких учений не проводилось. Сейчас они учатся это все... Вообще это, мне вот это, конечно, мягко говоря, странно и стыдно. Потому что нам рассказывали, вот мы в Сирии воюем, зато обкатали все новейшие вооружения, зато мы все испытали, народ набрался опыта там и так далее, и так далее. Теперь выясняется, что-то как-то не так это все пошло, как это рекламировалось. Продолжайте, пожалуйста. То есть, ведение боя меняется, набираются ребята большого опыта, появляется все-таки, давайте так, за счет, не знаю, как государства, но за счет простых добровольцев, волонтеров, ну, очень много сейчас людей на самом деле образовалось. За счет насыщения вот этой приборки в войсках ребятам становится немножко полегче, потому что, ну, появляются глаза-уши, сами понимаете, когда они видят и предвидят всю ситуацию, уже гораздо все легче, нежели в первые дни. В первые дни это были просто слепые котятки, скажем так. Сейчас чуть-чуть вот лучше меняется, меняется немножко. Опять же, благодаря людям, обычным людям, волонтерам и так далее. А что сами люди говорят? Вот какие настроения у тех людей? Люди уже вымотаны, люди уже устали, люди верят в победу или уже ни во что не верят, но просто надо помогать парням. Все верят в победу верят, однозначно все верят. Однозначно мои все люди понимают, сейчас на сегодняшний день 15,5 тысяч, все прекрасно понимают, что благодаря нам мы ребятам даем силу, силу духа и всего остального, потому что от нас идет мощная поддержка, и поэтому лично наш полк никак не раскисает. Мы идем вперед до последнего, до победы, до конца, ребят мы своих не бросим. Вот у нас такой настрой, и благодаря нашему настрою, такой же настрой у наших военнослужащих, которых мы взяли изначально под свое крыло. Спасибо вам за ваши труды. Я общался с некоторыми представителями волонтерских движений, которые отмечают бюрократические припоны. В Донецке, например, даже когда привозят необходимые медикаменты, бинты и многое другое, врачи взять не могут, потому что там надо заполнять какие-то очень странные бумаги, которые в принципе заполнить нельзя, не указав нарушений. То есть есть определенные непреодолимые препятствия на оказание, например, медикаментозной помощи. То есть больница их просит, а взять она их потом не может, эта больница. Или, например, месяц назад опять поднялся вопрос, что некоторые предметы невозможно перекинуть через нашу границу. Вы в своей деятельности сталкиваетесь с какими-то препятствиями, проблемами? Нет, в плане передачи, начиная от медикаментов, заканчивая приборкой, препятствий у нас нет, но у нас вокруг нас есть один негодяй, который замучил нас уже год. Вот, конечно, вот это препоны есть, но и то это не препоны. Но Роман, может, пусть расскажет, потому что я эмоциональный человек, я, может быть, наговорю немного лишнего. По поводу, значит, скажем так, у нас немножко специфика иная. У нас часто, когда мы не можем передать через военнослужащих, просто у нас сейчас, ну, сказать честно, наверное, сотни четыре-пять подразделений, с которыми связь непосредственно, а то и больше. И, то есть, вот это, скажем так, взаимовыручка происходит. Ребята приезжают сюда, мы отправляем большими объемами. Допустим, там, с Донецкой, с Луганской области ребята сами, то есть, ну, командиры выдают машину, машина приходит к нам на склад. Приходит к нам на склад. И мы стараемся также, вот, допустим, по этому направлению у нас какие-то есть еще там заказы, заявки, стараемся этой машиной туда передать. Сейчас очень много бывает такого, что мы передаем на границы, когда бойцы не могут выехать, ну, скажем так, у них нет разрешения, на приграничной полосе передали все это, и дальше все это развозится. Ну, то есть, мы вот так настроили. Бывает часто сами, да, когда что-то передаем туда, везем, ну, вот здесь возникают, скажем, да, сложности возникают в каком плане? Особенно по приборам вот этого двойного назначения. То есть, это все надо за 10 дней заранее брать разрешение, декларировать, получать разрешение, опись всего. Ну, я вот все-таки просто не могу понять этой логики. Ну, хорошо, предположим, да, какой-то злоумышленник в Москве решил купить прибор ночного видения и передать ее украинским, там, не знаю, вооруженным силам. Вот злоумышленники, враги России. Это он что, будет делать через Луганскую Народную Республику, он поедет? Это как вообще? Это что, он приедет на фронт и будет искать? Эй, эй, я здесь, у меня для вас подарки, ребята. Ну, то есть, в чем практически смысл? Вы можете себе ответить, кроме бюрократического бреда? Я объясню. Смысл еще кроется в том, что сейчас они боятся, что на этом кто-то может заработать. То есть, когда идет машина, допустим, проходит через таможню границу, да, если это, скажем так, в частном порядке военные сами не договорились о зеленом коридоре нашей машины, то возникают, объясню, потому что нужно будет этим таможенникам доказать, что ты везешь. Вот, допустим, везем мы там 20-30 плиток портативных, туристических, да, а возникает такой вопрос, а ты докажи, что ты везешь не с целью наживы, продажи? Потому что там цены немножко другие в тех регионах, другие. И вот, как бы, они думают, что... То есть, часто волонтеры делают так, дома, то есть, не дома, на складах, на своих, расфасовывают все это там по каким-то мешкам, пакетам, то есть, и везут вот так россыпи, а не в коробах. Потому что, ну, приходится доказывать, что это не с целью наживы ты это везешь все. Вот в чем дело. Вы меня, что называется, извините, но мое глубокое убеждение, если вот из-за этих проволочек... Это проволочек. ...на фронте, на фронте кому-то что-то может не хватить, да пусть бы зарабатывали, но зато остальные там 90-95% реально помощи необходимой приходило бы вовремя. Ну, это... Ну, а бюджет пострадает. О чем говорите? Понятно, понятно. Окей, хорошо. На самом деле, конечно, это смешно. Это бюрократические вот эти проволочки такие, которые должны были решаться в течение первых недель. А почему-то прошло уже сколько? Десять месяцев, и об этом никто не задумался. Вот что. Страшно, опасно и непонятно. Непонятно, как это... Ну, как всегда очень много антинародных законов у нас. Слушайте, ну, а кроме вот этих вот логистических проблем? Проблем... Давайте так. Проблем хватает. Хватает проблем... Во-первых, проблем очень много возникает из-за того, что очень тесная связь с военными, да. И приходится вот, допустим, Маргарита, ну, такой сентиментальный такой человек, она... Каждую трагедию она пропускает через свое сердце. Это не проблема. Ну, у вас, собственно, и ваши родственники тоже пострадали во всем этом. Да, конечно. И не только родственники, и знакомых очень много. И сколько уже друзей у нас возникло. Вы понимаете, когда мы начали там с конца февраля, с начала марта все это развозить, вы представляете, сколько мы познакомились? Ну, то есть, условно говоря, мой сын, внук, племянник, брат вот там-то на фронте, помогите им, вы помогаете, вы знакомы, а потом выясняется, что они попали под обстрел, и никого не осталось. Да, да, да. И причем это бывает очень часто, очень часто. Когда уже плотная связь с людьми, когда уже там и телефонные звонки, и переписки, и поздравления. Ну, то есть, как с друзьями, вы понимаете. То есть, это все же объединяет, это сплочает людей, вот это все горе. Вот. А потом очень грустно становится, когда ты узнаешь, что потерян там тот экипаж, там то танкисты, то артиллеристы, то разведка, то еще что-то. То есть, вот очень печальный момент. Ну, а проблем, проблем, конечно, хватает. Хватает проблем у нас, скажем так, как изначально идут эти проблемы. То есть, с самого нашего начала, у истоков эти проблемы нас преследовали и преследуют. А сейчас, скажем так, это все набирают обороты, эти проблемы. Каждый день. Каждый день. То есть, я не понимаю, почему так все это ведется, почему никто на это не реагирует, хотя уже, скажем так, об этом, ну, не на федеральный уровень выносилось. Ну, пока вот никто не может этим людям надавать по рукам. Проблема какого рода. Сейчас в отношении нашего волонтерского движения идет настоящая травля. Нас называют сектой. Нас, как только они называют, обижают. Врагами народа. Врагами народа. Так, по какой причине? На каком основании? Нет, на каком основании. Потому что, скажем так, наш объем, наш объем помощи полка Марго, ну, я думаю, наверное, на порядок больше, чем объем помощи, скажем так, чиновников и нашего региона. А им-то какое дело от этого? Они хотят, чтобы им это в зачет шло, да? Какие мы молодцы. Плохо на плоху. Они нет. Вы понимаете? А еще полк Марго отказал, на меня приглашали на базу МЧС, где у нас якобы собирается гуманитарная помощь для наших военнослужащих. А почему якобы, а что на самом деле? Я не знаю, насколько какие-то объемы у меня там не было, потому что я отказала в этом визите. Но они как хотели? Они хотели, чтобы... Централизовать. Что значит централизовать? Что они конкретно хотят? В чем их замысел? Что, которая сейчас находится вот за моей спиной, тут 4-5 КАМАЗов, чтобы я каждый день эту помощь привозила на централизованную эту базу, и оттуда эту гуманитарку распределяли они. На что я сказала, что я в этом участие принимать не буду, потому что у меня много бойцов под крылом, и как вы это себе представляете? Если мне позвонит боец, я скажу, едьте на базу МЧС. Ну, это несерьезно, я отказала. Дело в том, что там, скажем так, не только нас, а там собирали всех волонтеров. Это было начало, по-моему, ноября. Собирали всех волонтеров. Октября. Или октября. Вот. И, в принципе, кроме нас приехали все. Значит, те, кто сейчас пошел, ну, принял условия администрации и заму губернатора, и оказались сейчас хорошие. Им сейчас поют хвалебные песни, оды. То есть люди, скажем так, ребята хорошие, да, все. Но это их решение. Они решили так работать. Ну, пожалуйста, работайте так. У нас можем так работать по одной простой причине. Потому что даже, скажем так, у них, у администрации ресурса не хватает. Наш местный батальон Сейм насытит чем-то. Мы этим занимаем наш батальон. Мы его развозим везде. И ребята благодарят нас. Дело в том, что нам, скажем так, многие военнослужащие сбрасывают там просьбы о помощи. Ну, и также они указывают, что мы сколько уже не обращаемся там мы к губернатору, ко всем обращаемся, нам никто ничего не помогает. То есть там то ли автомобиль надо, то ли еще что-то надо, то ли еще что-то надо. Происходит такой момент, что мы этим людям помогаем, а они нет. Естественно, они себя чувствуют ущемлены. Мы как пустят в город. Дальше. Я расскажу, даже были такие ситуации, когда, ну, Михаил Геннадьевич в курсе, я с ним по этому поводу общался. Просил его тоже там, ну, вмешаться в эту ситуацию. Там была ситуация критическая, скажем так, так, с мобилизованными. Скажем так, полк Марго занимался даже не то, что волонтерской это единственным. Мы спасали, спасательную операцию по эвакуации ребят наших, которые попали в беду. То есть соседние подразделения, которые стоят рядом, мы связывались с ними, они обеспечивали эвакуацию, потому что у них там было очень-очень много раненых, были большие потери и все такое прочее. И, значит, все родственники, то есть и первая гуманитарка, тут же, когда их эвакуировали там в безопасное место, первую гуманитарку мы оказали через два дня. Наша машина КАМАЗ туда пришла через два дня, мы так же все договаривались. Через неделю еще пришла машина, чтобы, ну, их одеть, переобуть и все такое прочее. Ну, скажем так, чиновники это не смогли сделать. И это их задевает. Может быть, не захотели. То есть вы их подставляете? Ну, получается, наверное. Слушайте, тут еще один важный такой вопрос, который я обязан задать. Мне сообщают о многочисленных фактах разворовывания и перепродажи гуманитарной помощи. Практически любой. От медикаментов и бинтов до квадрокоптеров. есть ли вероятность, что кто-то из этих замечательных граждан, которые хотят в одном месте собрать всю гуманитарную помощь, хочет ее просто разворовывать? Павел, ну, понимаешь, как сейчас голословно кого-то обвинить, ну, это было бы некрасиво. Ну, скажу так, месяца три назад было заявлено, что нашей, как бы, с области было потрачено миллиард рублей. На гуманитарную помощь. Куда она потрачена была, мы не знаем. Перед нами никто не отчитывается. Это в публичном доступе нигде ничего нет. Но момент такой. Были потом выходили статьи, что были какие-то нарушения, кому-то что-то не дошло. То есть что-то было в нашем регионе вот по поводу куда-то кануло. Да, какая-то часть канула. Там пытались они какое-то расследование провести. Я не знаю, чем это все закончилось. Некогда, честно сказать, отслеживать их дела. Что касается лично нашей гуманитарки, потому что мы везем все точечно и у нас несколько получается путей. Если бойцы забрали с нашего склада здесь в Курске гуманитарку, они приезжают на позицию. Они делают нам полностью видеоотчет, где все бойцы построены, где мы видим свои печенья, видим свои подрокоптеры. Мы видим, что каждый боец держит форму или берца в руках. У нас отчет идет от А до Я. Поэтому я уверена, что наша гуманитарка... Поэтому за вами идет 15 тысяч. Это было решение не наше, не, скажем так, под эту централизацию не ложиться. Это решение было полка, всего полка. Это люди, скажем так, они все, ну, Рита подняла это все на голосование, этот вопрос, ребят, как будем поступать? И все люди до единого, все сказали, где касается рука чиновника, там будет беда. И поэтому все отказались, вот в чем дело. Это не только там мое ритмное решение, это вот людское решение. Люди не верят чиновникам, У нас единственный человек, такой вот негодяй объявился, который не побрезговал таким заказом, противным заказом, который пришел на наш полк, чтобы нас задавить, затравить, чтобы закончить эту гуманитарную помощь. Это негодяй, его зовут Олег Погожих. Он фотограф, он бывший, насколько я знаю, фотограф нашего бывшего царственнебесного губернатора Михайлова. Сейчас он все пробивается в администрацию, пробиться никак не может, хотел быть депутатом, у него даже не приняли документы. И вот этот вот негодяй, он принимает такие вот заказы, уже в открытом доступе он пишет, не мешайте мне, дайте мне закончить заказ, и тогда я там отстану от них и все остальное. Он выполняет заказ. И вот он уже его выполняет на протяжении, наверное, семи месяцев, выполнить его не может, и теперь уже травля получается не то, что уже доходит до абсурда. Вы подарили Алешку надувную фигуру. Да, надувную, Алешка вот возле склада. Которую мы ставим возле склада. И люди, видя этого Алешку, нам приносят рушные берцы, там бабушка, там коробку спичек, там туалетную бумагу. Он даже не, даже как вот найти правильное выражение, не побрезговал, не побрезговал вот этими святыми вещами. Он пишет, Алешку на дороге ставить нельзя, уберите, это незаконно, это реклама. Ну, там что, да. Жалобы. Жалобы проверить легальность установления вот этого надувного Алешки. Значит, опять призывы, призывы вот сейчас, буквально вчера, позавчера. То есть, подождите, ваше движение в целом проверяли на легальность. Я правильно понимаю? Ну, если бы наше движение кому-то не нравилось, наверное, если бы оно было абсолютно незаконно, то мы бы, наверное, точно год не могли помогать нашим военнослужащим. Ну, это, наверное, аналогично, я думаю. Теперь, значит, пытается прицепиться ко всяким мелочам. Понятно. Да. Ну, как тур нам просто. Вот сейчас призывы как бы в интернете везде к фискальным органам, к налоговым органам, значит, о расследовании, опять же, вот этот налог 13% со сбора, чтобы нас обязали оплатить. Значит, смотрите, что сейчас дошло уже до таких низостей. Под разными никами, под разными вот этими аккаунтами эти шпионы заходят как бы в группу, в рабочую, где ведется все это движение у нас. Вычислить их практически невозможно, потому что, ну, большое количество, то есть, ну, сколько там, если прокололся, человек удаляем, да, ну, тут же под новым ником он заходит, и все. Значит, сейчас в круглосуточном режиме, то есть это и час ночи, и восемь утра, и, то есть, дневное время, и ночное время ведется слежка. Все вырвало. Так, а это кто ведет слежку? Это же незаконно. Преследование человека, это же незаконно. Да, вот это... Вы в органы писали заявление? Писали. Просто идут отписки, что... Ну, опросили, вот это... Да, дергают, а наказание... А может, он покушение на вас готовит? Это как вообще можно спокойно к этому относиться? Слушайте, ну, давайте мы хотя бы депутатский-то запрос через Госдуму направим на бездействие правоохранительных органов. Это что за принцип? Когда убьют, тогда и приходите. Да, 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 да. Вот таким принципом они и руководствуются. Мы сейчас даже вынуждены были оплатить с нашей боевой копилки видеокамеры на нашу базу, потому что этот негодяй приезжает ночью, вот как маньяк, и для чего-то фотографирует нашу базу и выставляет у себя. Для чего, мы даже не понимаем. Но это какие-то непонятные вещи. А вдруг он хочет взорвать нас или еще что-нибудь. Поэтому мы сейчас вынуждены поставить наблюдение и все остальное, потому что мы не знаем, что ожидать от такого вот негодяя. Это не то, что от негодяя, это от его хозяевого, понимаете-то. Он несчастный человек. А есть представление, предположение, кто мог заказать всю эту деятельность? Кто заказчик? Мы это знаем четко. Мы это все прекрасно знаем. Четко знаем. Так, и кто же это? Это высшие чиновники нашего города. Замы губернатора. Это заместители губернатора, скажем так, транслировали, тиражировали, свое недовольство высказывали на всяких заседаниях, там, кругах и все такое прочее. То есть, ну, не дает им покоя лавры нашего полка, скажем так. И плюс еще, конечно, они обескуражены вот этим, то, что их, скажем так, мягко отказали им вот в этой централизации. Понимаете? Павел, тут дошло до того, что уже идет какая-то фальсификация, вот это видео вырывается, и накладки делаются, голосовые вот эти монтажи делаются, и везде выкладывают. То есть, сейчас этот человек даже создал там клон, клон полка Марго, группу, типа, ну, без цензуры. И выкладывает вот все. Ну, представляете, что такое рабочие моменты? Рабочие моменты, это и психоз, и истерики, и где-то там, ну, скажем так, повышение голоса. Ну, когда это все, вот вы понимаете, идут сборы, идут погрузки, идут выгрузки, идут, то есть, ну, это надо просто вот окунуться в эту атмосферу, тогда только это понять. Это на самом деле очень каторжный труд, очень монотонный и очень энергозатратный. Вот в чем дело. Тем более, если задействованы боевые действия, если задействованы приличные и чужие деньги, и если задействованы злоумышленники, которые против вашей деятельности как таковой, ну, с таким сочетанием факторов как бы по-другому и быть не может. Павел, у нас тут доходило, знаете, до чего, до смешного. Сейчас, там, за две недели до Нового года, ну, у нас полковчане там решили, ну, ребятам подарки собирали все это новогодние, и было решено, значит, стаканчики, стограммовые, ну, с аббревиатурой полк Марго, скажем так, в подарочки все это привезли, привезли коробочек, Маргарита все это снимает, в полк выкладывает, тут же, смотрите, вот привезли, все, началось, просим все в прокуратуру, военную прокуратуру, мешаться, она спаивает солдат, она возит наркотики, она возит туда наркотики, а чтобы вы понимали, там было 10 малюсеньких стопочек, это, наверное, на 10 тысяч человек, ну, вот так вот, ну, это, ну, просто уже, абсурд, да, ну, я сам человек не пьющий, но, насколько я понимаю, военнослужащие найдут, чем угоститься, без какой-либо помощи, и чем растереться от температуры, в том числе, в общем, давайте мы сразу после праздников подадим депутатские запросы на бездействие правоохранительных органов и потребуем проверить замов губернаторов, и, значит, мы уже обсуждали всяких интересных журналистов у вас в регионе, но то, что за такой срок они не успокоились, но, видимо, видимо, тут нужно обращаться уже в более серьезные органы, чем мы запрашивали ранее, конкретно диверсионная, провокационная работа, конкретно, понимаете, дело в том, что, скажем так, были даже случаи внутреннего перемещения, скажем так, нам, вот расскажу, ситуация была, мы ожидали бушлаты, вот когда пошла эта волна мобилизованных, мы проплатили там 800 штук бушлатов, нам должны они были прийти, ну, там сроки немножко затягивались, там, два-три дня, и мы договорились здесь в долг воинской части, потому что наступили морозы уже, мы в воинской части договорились в долг, мы берем 100 бушлатов, через два дня мы их привозим, точно такие же, и это все было выслежено также в группе, и все передано в прокуратуру военную, для того, что были, как бы, все вот эти офицеры обвинены, чуть ли не в расхищении, там, и все такое, и мы в сговоре, и пятое, и десятое, ну, просто кошмар, да, абсурд, да, в итоге он оставил бойцов просто замерзать, а нам пришлось ждать те бушлаты, которые были оплачены, за это негодяя. Ребята мерзли неделю, мерзли, потому что государство, министерство обороны их не одело, не успели, и нам не дал, а это-то за счет вот своих вот этих диверсионных действий, потому что эти офицеры узнали, говорят, нет-нет-нет, извините, да, побоялись просто вот этими заниматься, взаимопомощью, понимаете, а хотя через два дня президент, выступая, наш гарант Конституции, сам сказал, что взаимопомощь, взаимовыручка в войсках только приветствуется, и призываю всех, то есть, вот этим вот руководством. Но, видите, он же потом это сказал, значит все хорошо, значит все нормально. Ничего бы не поменял. Павел, давайте, да, займемся, официальный депутатский запрос направим, ну потому что с этим что-то надо делать, я вам расскажу даже больше, знаете, у нас тут какой-то очень интересный случай, когда проходило вот это все собрание на базе МЧС, когда вот хотели все это централизовать, у нас есть здесь тоже, как бы, он, я не знаю, он помощник депутата или депутат Алёхин, помощник, по-моему, депутата. Ну тоже волонтер. Ну тоже волонтер парень там занимается, возит, молодец такой вот. Да, тоже с первых дней. И у него до этого, а он как спробовал себя там в качестве журналиста блоги. И, значит, ну какие-то были у него там высказывания по поводу наших властимущих региона, были какие-то высказывания, статьи он писал, ну, значит, он прибыл туда на эту базу МЧС. Посмотрите, тонкость в чем. После этого собрания он выходит с этой базы МЧС, значит, пропускной пункт, ну, КПП. На этом КПП его встречают наши военкомы. И вручают ему повестку. Приехали туда военкомы и вручили ему подростки повестку. Ну мне бы тоже так давно сделали, ну просто я, как женщина, наверное. Вы представляете, до какой вот это подлости и низости вот это все доходит, и все прекрасно весь город знают. То есть они его, грубо говоря, выманили, чтобы вручить повестку, просто чтобы он не конкурировал с чиновниками и не присваивал себе славу успешного волонтера. Точно. И чтобы лишнего не писал про них. Обалдеть. Вот так вот у нас. Так что у нас весело. Дорогие друзья, вступайте в полк Марго, кто еще не вступил. Ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, жду от вас депутатский запрос. Обращение на имя Михаила Делягина и направим по всем инстанциям. Берегите себя. Все, Павел, удачи, до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин